Друзья, всем привет! В общем, новое видео отчет от одного из вас. Смотрите, каким был автомобиль и каким стал. Всем приятного просмотра! В этом стриме мы вам покажем очередной автомобиль, точнее даже топличок. Это, так сказать, проектный автомобиль. Это будет у нас Chevrolet Quinacis. Вот в таком вот состоянии. Визуально, кажется, все как бы довольно-таки неплохо. Машина более-менее интересная, я вам скажу так. Так, 18-й год. 8,975. Цена. Это 8,975 долларов. Ну, как бы, так это. Есть на чем посмотреть. Стоит ли на этих денег или нет? Я думаю, мы сейчас с вами порассуждаем, поговорим, пообщаемся. Waterline здесь есть. Написано. То есть, Waterline, ребята, это линия подтопления здесь отмечена. Сейчас мы ее вам продемонстрируем. Отмечено, что есть небольшие царапины по кузову. Есть небольшие вмятинки, которые также отмечены. Вот, к примеру, как здесь. Фара у нас с подтоплением. Правая. Противотуманочка нижняя целая. Левая, правая целая. Фара левая целая. Бампер, ребят, зацениться, да? Бампер разорван. Юбка немножко повреждена. Машина с запахом, потому как, ну, топляк, ребят. Вот линия подтопления. Линия подтопления, если она у нас вот такая, соответственно, сиденья уходили под воду, да? А если сиденья уходили под воду, соответственно, они у нас будут все внутри, с плесенью, с всем остальным. Ну, я так думаю, вот. Поэтому сиденья не точно видно. Уже его немного, буквально там пару дней назад, как там происходило его, как бы, принимание сюда к нам на базу, как он приехал, как мы его приняли здесь. В общем, наблюдайте, смотрите. Я думаю, многим из вас это будет и поучительно, и интересно, что мы вообще можем здесь сделать. Во-первых, те из вас, кто помнит, автомобиль был полностью утоплен, мы его не смогли завести. И сейчас Дмитрий вынесли всю, все внутренности. Ковры замочили сразу, замочили с химией, для того, чтобы не было запаха. Простоит несколько дней, все это постирается, почистится, и развесится, и высохнет. Сиденья пока решаем, что с ними делать. Вот так он выглядит у нас. Вчерашний, нет, какой вчерашний? На прошлой неделе мы показывали этот Шеви Эквенокс, что с ним было, ну, все помните, это топляр. Заливали масло, заливали очень много масла мы в цилиндры. Дмитрий, давай, показывай. Сейчас покажем, что у нас здесь происходит. Во-первых, ну, как бы, мы сорвали его, провернули. Двигатель начал прокручиваться весь. Сейчас вот там, что набросят, и пошла жара. Смотрим на ремень, да, вот на ремень смотрим, он крутится, все хорошо. Крымка салона, чистки, уборки. Проливали все коннектора. Зам, покажи, пожалуйста, какие-то коннектора, что там проливал, что не проливал. Проливаем все. Вот, электроник спрей. Вот так вот мы делаем все в жиру. Все уталкивает влагу, да, мы видим вот так вот. Купили вот этот компьютер. Купили вот тот компьютер. И вот тот блок SRS, пересоединили тот, который был. Да, стараемся, ребята, мы стараемся для вас, для каждого из вас, для заказчиков стараемся. Прости бы все отчитались, я думаю, что все все понимают, что попадаем на базу 7 Мутерс автомобиль, но как бы приобретает новую жизнь. С сиденьями, ну вот так вот они были. Да, ну вот так. Ну вот были они вот с плесенью, вот это вот. Они были вот такие, да, они были вот такие, а вот как вот они, во что преображаются. Владимир, здравствуйте. Благодарю вас и сотрудников вашей компании 7 Моторс за помощь приобретении данного автомобиля. Как видите, автомобиль, несмотря на то, что, как вы говорили, проплыл больше, чем проехал на ходу, автомобиль полностью восстановлен. Благодаря вашей помощи, просушке, восстановлении двигателя, покупке запчастей, автомобиль был заведен на второй день после прибытия в Беларусь. На данный момент в автомобиле все исправно, все работает, в салоне отсутствуют какие-либо запахи, пробег 37 800 километров, уже по Беларуси машина проехала более 5000 километров. На данный момент вопросов по работе автомобиля никаких пока не возникает. Благодарю вас еще раз и ваших сотрудников за помощь в покупке данного автомобиля.